Ой, ссорились они тогда, но в конечном итоге дядя Миша пошёл. Он войну прошёл, посмелее своей родни был. И язык всегда за зубами держал. Что она там ему сделала, уж не знаю. Он не рассказывал. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить грех. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Тётя Мария, а почему никому в лес нельзя ходить? Да там же звери, волки водятся, съедят тебя. А я его палкой стукну и убью, всех палкой убью, кто там в лесу водится. Настаивала девочка. Не очень умная девочка, давайте уж... Называть вещи своими именами. Стоп, кто это сказал? Блядь, как оно меня заебало то, что тут, блядь, реплики перепутаны. Зачем же всех? Удивлённо спросила женщина. А, а вот чтобы просто палкой стукну и всё. Тогда тебя леший заберёт, или дядьки из лесу? Тут же на... Блядь! Тут же навострел уши Ромка. Дядьки из леса показались ему чем-то более страшным, в отличие от лешего и диких зверей. И он спросил вперёд, сестра. Какие ещё дядьки из леса? А вот такие. Дядьки из лесу! Сказала Мария и придвинула к детям свои огромные водянистые глаза. Ходят по лесу и всякого забрать к себе могут. Ребёнка непослушного. С лёгкой ухмылкой переспросил Ромка. Отчего же? Отчего же? Всё так же таинственно выговаривала Мария. И взрослого могут. Даже зверя или скотину какую-нибудь. Домашнюю. У кого коровушка или коза отбилась, бывает. А бывает и путника, и охотника. Они никого не боятся. Даже лешего охотенок и может отогнать. Вот раньше было в лес. Идёшь и просишь лешего. Или святого Николая, заступника. Защити да огради от всякого зверя. От напасти и от чужих обязательно. От чужих? Переспросила Аня, пока её брат пребывал в небольшом ступоре. Ну, от дядек. Чужие их называют. Где как, везде по-всякому. А ведь в нашем лесу ещё и чёртова гора. И не приведи Господь, там заплутать кому. А что тогда будет? Чёрти подцепят. Хе-хе-хе, как на дискотеке. Хе-хе-хе-хе. Всё так же без эмоций произнесла пожилая женщина. А тогда держись. Ох, чего они только не выдумают. А ещё и одурачить могут. Да, с ними, если уговор сделаешь, то всё. Пропадёшь. Будешь как бабушка мучиться. А её тоже, черти, одурачили? Наверное. Кто ж теперь знает, как там было? Я ведь тогда маленькая была. Ответила Мария, словно погружаясь в воспоминания детства. А правда, что наша бабушка Витькину маму ночью задушила? Продолжила задавать вопросы девочка. Мария призадумалась, но по её лицу было видно, что даже если это неправда, то на руках их прабабки и без того немало грязных дел. Грустно посмотрев на детей, она тихонечко промолвила. Про неё всякое говорят, по большей части плохое. Но случалось, что она и хорошее делала. Вот как сейчас помню. Утомившаяся хозяйка дома вновь молча погрузилась в воспоминания. Вздохнула и начала свой рассказ. Зима в тот год лютая была, снегу немерено. Мело и мело без краю, да так что из окна ничего не было видно. Заблудилась тогда сестра Ивановны. С внучкой они пошли до соседней деревни. А обратные к вечеру не вернулись. Стало ясно, что пропали. Ведь идти нужно было по дороге через лес, а там метель такая была, что и дорогу замело. Не различить где и лес, а пройти можно. Настоящая пурга. Может черти попутали, а может чужие увели. А может и снегом засыпало, да замерзли на смерть. Не знали, что ей думать. Ну, пошли тогда к бабушке вашей помощи спросить. А пошла Ивановна как раз. А пошла Ивановна как раз. Ну, бабнюша ей и сказала. Что, мол, так и так, живы они. Да, их забрали. Дала ей палочки, да наказала так. До следующего дня жди, и никуда твои не денутся. И от холода, и от голода не помрут. Главное, подожди и слово никому не говори. Молчать нужно. Как час придет, ты пойди в лес, да палочки кидай. Подождите, сейчас я пробегаюсь. Иди в лес, палочки кидай. Сначала одну, где откликнуться, туда и иди. Потом вторую и третью, так же и придешь к нужному месту, да заберешь их. А Ивановна, видать, взболтнула тогда, хоть и не признается, не признается до сих пор. Проболталась кому-нибудь. Потому как пошла палки кидать, а ее закрутила. Хоть и ветра в тот день уже не было. Да так закрутила, что едва сама до дома дошла. Чудом спаслась. Ну, ваша бабка тогда ее и обматерила, да сказала, что теперь мертвы они. И живыми их не воротить. Ой, ссорились они тогда, но в конечном итоге дядя Миша пошел. Он войну прошел, посмелее своей родни был. И язык всегда за зубами держал. Что она там ему сделала, уж не знаю. Он не рассказывал. Но действительно вернулся с пропавшими. Так они же уже были мертвы или нет? Что? А, вернулся с пропавшими. А те мертвехоньки. Но даже обледенить не успели, вот что странно. А он сам никогда толком ничего не говорил, ни слова. Вот раз только с Витькой плотником пил, тогда тот ему крышу латал, да по пьяни рассказал ему. Уж у всех подробностей не знаю, врать не стану. Но вот одно знаю. Когда он нашел их, то сидели они сидним к дереву спиной прислоненные. Словно кто посадил их, как кукол. И одна, и другая. И у обоих плотки были задом наперед завязаны, так что лицо закрыто. Руки вдоль тела, как у куколок. Сами тепленькие, остыть еще не успели. А ведь уже какой день пошел, да такой мороз на улице. А они вот словно их недавно сюда привезли. Да мертвехоньких, мертвехоньких к дереву и посадили. И плотки повязали на лица. Вот так. Потом их хоть похоронили по-людски. А коли бы не баба Нюша, то и вовсе бы ни слуху, ни духу. И могилки бы не было бы своей. Ошеломленные лица детей прервал громкий мужской крик с улицы. Походящий больше на рык дикого зверя. После этого послышалась какая-то отдаленная ругань, возня и хлопанье дверей. Когда до присутствующих дошло, что звуки эти раздаются со стороны соседнего дома, по комнате растекло истревожное молчание. А Ничка испуганно спряталась под одеяло. Ромка продолжал сидеть на кровати, но она чуть ли выслышала, как его сердце колотится с бешеной силой. И как стучат двери в избеях прабабушки. Складывалось такое ощущение, что там бегала целая толпа мужиков, хлопающие дверьми. Марья аккуратно привстала и подошла к краю окна, осторожно отодвинув задернутую занавеску. Немного посмотрев в окно, она задернула занавеску обратно и присела к детям на кровать, пытаясь их успокоить. Ничего не бойтесь, маленькие, здесь вам хода не будет. Пусть оно там шумит, а сюда не войдет. Спите спокойно. Взволнованный Рома начал выговариваться, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Ну ничего себе, моя мама считает, что мы плохо будем спать, если даже просто телевизор смотреть будем перед сном. А тут нет уж, я даже не собираюсь, даже если захочется. Марья еще долго сидела с детьми, рассказывая про свое детство. Про то, как раньше было много народу в деревне, и жизнь текла рекой. Про то, как они маленькие бегали в поле, помогали на сенокосе. Как тайком бегали на гороховые посевы. И съедали гороха так много, что обратно еле волочили ноги. Как купались в озере и иной раз ходили в лес за ягодами и грибами. А другой раз пугались и старались не заходить даже на опушку леса в конце полей без взрослых. Марья припомнила, что раньше всегда говорили так. В компании должен был быть хотя бы один человек, который сможет вывести всех из леса. Так и в жизни. В лесу много ягод и грибов, но немало хищных зверей и чужих дядек. Обязательно должен быть кто-то, кто возьмет тебя за руку и выведет из леса на солнечную поляну. Где-то упадешь на траву и вновь улыбнешься чистому небу. Посмотришь на солнце сквозь опущенные ресницы и... Вдоволь насладевшись моментом, пойдешь домой. Всегда должен быть человек, который выведет тебя из леса. Когда Рома проснулся, вокруг было темно и холодно. Сестренка тихо сопела рядом. За окном все еще едва слышно происходила какая-то возня. Но подойти к окну Рома все же не решился. Мысли о том, что... Почему все именно так не отпускали его? Он начал вспоминать слова Марии. И мечтать о том, как хорошо было бы ему просто вдоволь побегать по полю. И искупаться. Совсем как она в старину. И ведь у нее даже не было современных игрушек и телевизора. Наверное, и не было. Это все было бы славно. Но только если без отца. Он всегда все портил. Быть может, жизнь в городе с родителями. Вот этим вот всем это тоже своего рода лес. Лес, в котором есть свои ягоды и грибы. Но также есть и чужие дядьки и дикие звери. И из него тоже нужно выйти. О чем он думал потом, он уже не помнил. Потому что грезы, мысли и сон смешались воедино. Когда дети проснулись, за окном было еще темно. Плотно позавтракав без вкусной каши, они вышли на улицу. Чтобы немного погулять возле дома. Их родители настрого наказали им не уходить от СБ и дожидаться. Пока взрослые не решат свои вопросы. После чего они все вместе должны были отправиться в дом к бабушке. Ночь незаметно превратилась в раннее утро. Все еще немного сонного Ромко обдало холодным ветром. И мир вокруг в тот же миг предстал в новом свете. Мальчик впервые обратил внимание на детали окружающей его панорамы. Узоры на старых бревнах неокрашенных домов. Блеклые цвета опавшей травы. Листья. Которые медленно окружились тут, тут, то там. Ромко поймал себя на мысли, что это странно. Ведь раньше он никогда не обращал на это внимания. Может, именно в эту секунду он повзрослел. Но улица была холодно. И мальчик не знал, как занять себя и сестру в ближайшее время. А Ничка, как и всегда, была весело и резвилась. Через некоторое время на дороге показался Витька, все на том же стареньком велосипеде с облезлой краской. Подъехав к ребятам, он затормозил и, спрыгнув с велика, весело поздоровался со своими городскими друзьями. Лицо его было румяно. А в глазах его Рома впервые заметил какую-то тупость, вмешно привычной доброты и отзывчивости. Витька смотрел на Анечку и не переставал задавать какие-то глупые вопросы, на которые она задором отвечала. Ее брат смотрел на это холодным взглядом. Впервые ощутил позывы ревности. Осознавая это, Роме стало стыдно и даже противно. Ведь именно это бы... Ведь именно это бы чувствовал его отец, будя на его месте. От этой мысли у него букваль... От этой мысли у него в буквальном смысле закружилась голова. Новый порыв резкого и холодного ветра подействовал как обезболивающие. Анечка скукожилась от холода. И Витька поспешил обнять ее, укрывая от колкого ветра. Словно насторожившийся зверин взглянул на брата девочки, выжидая реакции. Но увидев, что тот с равнодушием отвернулся в сторону, заулыбался. И приподняв Анечку, начал кружить ее вокруг себя. Заслышав стук дверей в избе, Витька тут же опустил девочку на место. Анечка визжала и требовала продолжения веселья. Парень еще раз улыбнулся ей и тихо сказал. «Я потом к вам еще подъеду, мы еще поиграем». «А у тебя точно есть игрушки?» Наивно спросила девочка. Витька впал в небольшое недоумение, но тот же улыбнулся и уверенно ответил. «Ну, кое-что найду, может быть». «Я вам одно место покажу, секретное, тебе понравится». Сельский парнишка еще раз улыбнулся и дружелюбно посмотрел на Рому. «Тебе вот тоже понравится». «Ну, я заеду еще». «Давай». Безразлично ответил Рома, продолжая вглядываться в мир вокруг себя. Из избы вышли родители вместе с Марией. Алик был явно опять в плохом настроении. «Че, бабка еще не гыгнула?» Он уставил взгляд на сына. Рома чувствовал этот взгляд, ему даже казалось, что он видит его затылком. Видит, как отец смотрит, причурившись, затягивается и выпускает дым, не отводя глаз. Выждав еще несколько секунд, Алик спросил. «Ну что, опять этот пест отошивался?» Рома спокойно взглянул на отца и ничего не ответил. Неизвестно, чем мог бы закончиться этот молчаливый вызов, если бы Анечка в ту же секунду не бросилась на отца, со смехом повиснув на нем. Алик поднял дочку и усадил к себе на шею. Холодную тишину вокруг нарушил звонкий смех маленькой девочки. «Почему вот меня не покидает ощущение, что... вся эта нечистая сила вселится в мелкую?» Что-то очень прослеживается, а то я буду удивлен, если будет наоборот. Семья вместе с Марией двинулась к дому прародительницы. Наследники дома и еще несколько жителей деревни, среди которых были лишь одни старики, вновь толпились на пороге кельи, в которой лежала ведьма. Тело ее не двигалось, а глаза были закрыты. Одна из старух аккуратно подкралась к колдунье и прислушалась. «Живехонько дышит!» Еле слышно сказала она и как-то нелепо засмеялась. «Ай да дуня, ай да бабка!» «Недолго еще протянет, отходит уже!» «До утра дотянуло, смотри-ка!» Послышались голоса со всех сторон. Присутствующие зашептались и зашевелились, как муравьи. Через минуту все они уже были в коридоре и, переступая через порог СБ, продолжали бубнить и осматриваться. «Какой ворох, эки, черти нагуляли!» «Тише ты, не упоминай вслух!» Когда протиснувшийся через стариков, Алик увидел раскиданные стулья по дому и кучи нового мусора, он громко вырыгался матом и пнул лежащий рядом табурет. Несмотря на снятые окна, в доме царел запах чего-то оцаревшего и заплесневелого. «Это кто бабка?» Немного побубнив, старики начали расходиться. Алик вновь вскрепя зубами затеял глобальную уборку в доме. Вынося мусор раз за разом, Рома потерял счет времени. Холодный воздух, проникающий в избу без окон, и физический труд пробудили в нем голод. И он уже начинал мечтать о тарелке безвкусных чей, которые варила Мария. Вернувшийся в избу после очередной партии мусора, мальчик застыл в ужасе. «Опа, здрасте!» За столом сидело несколько мужчин неприятного типа. Вместо потасканных фуфоек на них были черные кожаные куртки, а на ногах начищенные ботинки. Бритые головы и улыбки на самодавальных рожах укрепили его подозрения. Все-таки вы следили. По спине пробежал холод, а ноги превратились в бетонные столбы. Пытаясь сообразить, что нужно делать, Рома заметил, что никого из семьи в избе нет. Спрятались? Или просто еще не знают? «Это его сын, Ромой звать!» Прервал размышления мальчика голос изнутри стола. Рома обратил внимание на незаметную фигуру, сидящую в центре. Удачевый мужчина в темном костюме и в красной рубашке с... с... с незастегнутым воротничком, из-под которого блестела толстая золотая цепь. «Папа!» Громко позвал отца Ромака. Не найдя другого выхода и понимая, что прикинуться местным уже не получится. Мужики в кожанках тихонько загокотали, а худощавый в костюме сразу же перепел их. «Тише!» «Тссс, молодой человек!» «Ну что же вы?» «Мы вам зла не желаем!» «Мы с вами поговорить хотим!» «Пока нас никто не услышал!» Удачавый приподнялся над столом и потянулся к Ромке, обманяя его пальцем. «Ну, смелее! Это выгодно и нам, и вам!» «Вы вот, молодой человек, думаете, что я вас обманываю!» «И у нас с вами не может быть ничего и... не может быть общего интереса!» «А вы заблуждаетесь!» Аж интересно, что он предложит, но об этом мы узнаем уже в следующий раз. Что ж, а сегодня на этом всё. Всем спасибо за просмотр, и всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова